Недавно встретила такой совет, чтобы ускорить варку свеклы в два раза, добавьте в нее щепотку соды. Не знаю, я первый раз такое слышу. Все, посмотрим, работает или не работает это. А здесь у меня варятся спинки куриные, ножки. Все, в морозилке так понаходила. И мясо потом я использую для салатика. Остался у меня последний вареник с творогом и картошкой. Джеки напала на миску и обгрызла. Придется оставить девочке. Что-то они так быстро вчера пошли эти вареники. Сами прыгали, как у Пацюка в Гоголя. В сметану и в рот. Позавтракали и все. Это все, что осталось. А это я замариновала мясо на завтра, на шашлык. Все-таки Валентина в день. Мы его раньше никогда не праздновали. Ну, душа божая свята, значит, будет свято. Может быть, что-то пожарим. Пока как раз от этого оттепель. Откроем сезон этого года. А мясо замариновала лук натертый, специи для шашлыка и рассол от яблок моченых. Посмотрим, что будет. Так, проверяем. Как по маслу. Обычно у меня такой буряк варится часа полтора. Здесь меньше часа прошло. Работает. Не бойся. На ходу вышел маленький. А птички кушать хотят. Ждут, когда ты улетишь. Улетишь. Когда ты убежишь. Снега, как и не бывало. Вообще. И сразу норки. Голодающие. Повылазили. Еще пару дней обещают снова нам минус 10, минус 15. Но уже без снега. На голую землю. Ром нервничает. Гавкает. Гремит сейчас конкретно. Фух. У меня же сердце колотится. Неуютно, неприятно. Ночью тоже было неприятно. А ромашке все ни по чем. Где он спит ночью. Выходила ночью посмотреть. Рональд спит. Все назарылся. На улице тепло. Котовый рядом нет. И близко. И тоже громыхало что-то ночью. Попробую. Ночью. Попробую. 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 Идите погуляйте немножко. Пособирайте камушки, там червячки всякие вылезли уже. Девки план выполнили. Отстрелялись. Можно немножко и петрушки моей поддергать. У нас Фима невидимка. Птички волнуются. Фимочка, ты пересел? Ты пришел? Охотники. Пошел, пошел. Ну вот. Рон. Охотники. Мечатель. Шумят Ром боится Свекла получилась изумительная при таком способе варки. Не водянистая, такая как печеная. И вода была не сильно окрашена, не выварился цвет. Я думаю, сода помогла. Раз я сварила свеклы, значит будет сегодня салатик. Яблоко, лук. Здесь у меня гуманитарная фасоль беленькая. Чернослив я залила на несколько минут кипятком. Сейчас нарежу яблочки. У меня здесь такие твердые. Ксимиренко, что ли. Все нарежу. Не мелко. Я не люблю мелко. Добавлю потом горчицу для заправки. Яблочный уксус и маслечка растительная. Нашла еще в холодильнике остатки горошка от предыдущего салата. Кипяченой холодной водой сейчас промою и добавлю тоже в этот салат. Не пропадать же. Вот так я крупненько все порезала, все смешала. Свекла соломкой порезанная. Сразу я ее не буду добавлять, потому что салат весь закрасится. Уже при подаче. Бартики, ты уже на плече. Как обычно. Да, да, да. Можно отдельно сделать такой соус. Соус винегрет называется. Уксус, масло. Яблочный уксус. Джеки. Немного сахара. И щепотку соли. Потом попробуем на вкус. Кто любит остренького, можно добавить перчик чили. Он здесь будет очень неплохо. Очень ароматно получилось. Салатик такой ароматный, приятный на вкус. Такой веселенький. Добавить немножко настроения. Вуаля. Это очень вкусно. Это очень ярко, красиво. Если вас устраивают ингредиенты, которые сюда входят, непременно приготовьте такой салат. Можете по своему вкусу еще что-нибудь добавить. Но я бы ничего не добавляла. Не так вкусно. Нарядно так, празднично. Супер-пупер. И бурячок добавлять нужно именно тогда, когда уже есть кислота в самом салате. Он тогда не окрашивает ничего. Долго он у вас не застоится. Всем, кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита, уютного, теплого ужина, доброй, тихой ночи. Готовьте со мной и пусть вам будет вкусно. Готовьте со мной.